Ольга Луценко Сказка о бравом матросе На пыльном чердаке одного дома стоял большой картонный ящик со старыми игрушками. И уж совсем как в сказке в доме жили старик со старухой, дети и внуки уже выросли, вот игрушки и убрали на чердак. Был там и плюшевый мишка с одним глазом, и старый паровозик, у которого давным-давно потерялась труба, и даже целых 11 силовянных солдатиков. А еще там была старая тряпичная кукла, серенькая, потертая, со сбившими в комок волосами, у ней даже ими потерялась. Однажды кто-то поднялся по скрипущей лестнице на чердак и забросил в ящике еще одну игрушку бравого матроса. Тряпичный кукол взглянула на него и обомлела «Ах, как он был красив!». Лакированная краска подчеркивала строгость и красоту его форм. На голове его была без козырка с гордой надписью «Моряк». Но самое главное, на правом его ботинке красовался знак качества – СССР. «Давай с тобой дружить», – сказала кукла. «Что ж», – ответил бравый матрос, – «давай, если хочешь». С тех пор они каждый вечер садились вдвоем на края ящики и смотрели на звезды в паралеку крыши. Матрос рассказывал про корабли и дальние страны, а на улице ветер скрипел сухой веткой о черепицу. А кукла слушала, молча, внимая его рассказом, не решаясь даже пошевелиться. В один из таких вечеров бравый матрос сказал, «Ты здесь живешь очень скучно и серо, а я такой сильный и красивый, я не хочу больше жить в этом пыльном ящике. Мне бы только добраться вон до той дыры в крыше, а там уж я сам, потому что я все знаю и все умею». «Я помогу тебе», – ответил тряпичный кукла, – она встала на края ящика, уперлась ладошками в стену, – «Иди, матрос». И с ее помощью бравый матрос легко дотянулся до прорехи в черепице и забрался на крышу дома. Ах, как там было красиво! Звездный купол неба, прохлада ветра и мчащиеся вдали облака. Матрос даже не оглянулся назад, чтобы сказать кукле спасибо. Он забыл о ней в один миг, ведь впереди было столько интересного. А кукла оставалась сидеть внизу на ящике. Она смотрела в прореху на крыше, где только что исчез бравый матрос. И по ее льняным мягким щекам текли понарошечные слезы. «А хочешь, я подарю тебе пуговицу», – сказал плюшевый мишка. «Она настоящая и даже блестит на солнышке». «Не грусти», – сказал резиновый слон. «Забудь о нем», – сказал оловянный солдат. «Я буду его ждать», – ответил тряпичный кукла. «Ведь он такой хороший». И она каждый вечер смотрела на звезды и ждала бравого матроса. А матрос тем временем прочно укрепился на крыше и гордо смотрел вперед. Пришла осень с дождями и ветром. Потом наступила зима. Крышу замело снегом, и матросу почти ничего не было видно. Ведь он был смелый и решительный. Он стойко переносил все невзгоды, и вот пришла весна. Снег стал таять. Вокруг защебетали и засуетились птицы. «Что ты здесь делаешь?» – спросила серая ворона, опустившись рядом на крышу. «Я бравый матрос. Я сильный и смелый. Меня ждут подвиги и приключения», – гордо сказал бравый матрос. «Ты? Да ты просто никому не нужна. Бесполезная вещь!» – недоуменно хмыкнула ворона, взмахнула крыльями и улетела. Но она задела крылом бравого матроса, и он кубрем полетел с крыши вниз на мокрые грядки. Когда вскапывая огород, старик подобрал бравого матроса, посмотрел, покачал головой и полез по старой лестнице на чердак. Так матрос снова очутился в ящике. К нему подошла трепещина кукла. «Я знала, что ты вернешься», – сказала она. «Краска на мундире матроса выгорела и облупилась от непогоды. Надпись на бесказырки стерлась, и только знак качества СССР на правом ботинке остался там же, где и был. «Прости меня», – сказал матрос, – «я обидел тебя». «Ничего», – ответила кукла. «Самое главное – это когда есть куда возвращаться туда, где тебя всегда ждут». Субтитры делал DimaTorzok